Добрый день! Настало время подвести итоги последней недели этой весны. Чем она запомнится, расскажем прямо сейчас. Школьники сдают ЕГЭ. В регионе трагически погиб ребенок. Спортивный комплекс автокраны ремонтируют. Текстильщик чемпион. Российская премьера паразитов пройдет на зеркале. 29 мая 11-классники сдавали первый обязательный ЕГЭ по математике. Базовый уровень в Ивановской области выбрали 1300 человек, профильный 2800. Именно на первом массовом экзамене произошел серьезный сбой. Дело в том, что наш регион в числе пилотных, где в этом году применена новая технология получения экзаменационных материалов через интернет. Начать экзамен вовремя не удалось в 8-й школе и лицее номер 22 Иваново. Ученикам предложили сдавать ЕГЭ в тот же день, либо в резервный. На ситуацию жестко отреагировал губернатор. Прокуратура готова провести проверку. В надзорный орган поступают жалобы от родителей учеников. Прокуратурой Ивановской области будет организовано проведение проверки, соблюдение законодательства переобразования и соблюдение прав совершеннолетия. По итогам проверки будет дана юридическая оценка. При необходимости примут меры прокуратуры. В информации СМИ указываются две школы. В Иваново прокуратура будет проводить проверку и иных сообщений. В начале недели Следственный комитет разместил новость о том, что в регионе утонул ребенок. Происшествие случилось 25 мая на территории базы отдыха. Шестилетний мальчик упал в бассейн, пока его родители отвлеклись. Ребенка достали из воды, но спасти его уже не удалось. А несколькими днями раньше трехлетний малыш, который тоже остался без присмотра взрослых, утонул в канаве с дождевой водой. Лето еще даже не началось, а тенденция уже очень нехорошая. Берегите своих детей. На ремонт спортивного комплекса автокраны власти выделили 5 миллионов рублей. Работы в самом разгаре. За 60 дней рабочим нужно было заменить плиты перекрытий, восстановить парапеты, отремонтировать мягкую кровлю, гидроизоляцию, вентиляцию. Завершить первый этап работ планируют 21 июня. Самое главное, конечно, это коммуникация, то, что был решен вопрос с теплоснабжением. Потому что здание, по сути, было бесхозное, брошенное и разрушался конструктив. И вот мы видели на фотографии, к чему приводит отсутствие нормального теплоснабжения, то, что просто перекрытие не выдержали. Большой праздник для всех болельщиков текстильщика. Красно-черные досрочно завоевали победу в первенстве России среди команд профессиональной футбольной лиги. Подопечные Дениса Бояренцева на выезде обыграли футболистов подмосковной Коломны со счетом 2-1. Этот матч стал 23-й игрой в этом сезоне для ивановской команды. Всего в нем текстильщик набрал 52 очка, держав 15 побед и завершив ничью 4 встречи. Досрочная победа текстильщика в первенстве России дает право команде в следующем сезоне выступать в футбольной национальной лиге. Фестиваль «Зеркало» в Ивановской области пройдет с 14 по 21 июня. Организаторы постарались учесть все недоработки прошлого года. Так, например, конкурсное кино будут показывать в Большом зале кинотеатра ЛОЦ. В рамках фестиваля состоится российская премьера фильма «Паразиты». Картина получила главную награду Каннского кинофестиваля – «Золотую пальмовую ветвь». Нам невероятно повезло. Но мы специально, конечно, не угадывали. Тут была просто… Всегда кухня фестиваля не очень интересная, но понятно, что когда ты читаешь, Каннский фестиваль объявляет программу, ты смотришь, у кого из этих фильмов, может быть, есть российский дистрибьютор, там какое-то количество таких фильмов есть, и какой тебе кажется наиболее интересным, с кем проще договориться. И так оказалось, что мы, в общем, да, получили главного призера Канны, и ивановские зрители увидят его первыми в России. Собственно, это будет российская премьера фильма «Паразиты». Такова информационная картина недели. 1 июня – Международный день защиты детей. Держим кулачки за выпускников, которые сейчас сдают ЕГЭ, и не обделяем вниманием малышей. Это важно. Увидимся на РТВ.